Продолжение следует... У нас есть и массовые старты по лыжам, бег массовый есть. Вот день ходьбы, по-моему, мы ещё никогда не отмечали. У меня позавчера был день ходьбы по горам, проходил почти 9 километров, до сих пор всё болит. Это свидетельство, что мероприятие – это хорошее, важное. И очень важно, что мы провели его здесь, в регионе и в республике, которая славится результатами в спортивной ходьбе. Может только порадоваться, что у нас есть такая школа. Если вернуться к вопросам, которые нам предстоит сегодня рассмотреть, хотел бы вначале отметить, что во многом они имеют определяющее значение для решения ранее поставленных нами задач. Напомню, что в марте мы подробно обсуждали проблемы развития массового спорта, продвижения в обществе физической культуры в самом широком её понимании. Чуть ранее акцентировали внимание на темах формирования спортивного резерва и подготовки национальных сборных команд. Однако обеспечить кардинальные позитивные изменения по этим и многим другим актуальным вопросам спортивной сферы возможно только лишь имея качественную современную материально-техническую базу, а также отлаженную систему физкультурных и спортивных мероприятий, чтобы люди, особенно молодёжь, могли бы себя проявить, укрепить своё здоровье, изменить сам образ жизни. Напомню, что количество людей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, к 2020 году у нас должно значительно вырасти и составить не менее 40% населения Российской Федерации. Сегодня этот показатель гораздо ниже, только 27,5%. Да, конечно, эти показатели у нас растут, подросли заметно, но всё-таки пока этого недостаточно. На прошлом заседании мы приняли решение о возрождении комплекса ГТО, развитии некоммерческих физкультурно-спортивных клубов, а также о проведении на территории России мероприятия под эгидой Международного движения «Спорт для всех». Сегодня должны выработать следующие шаги. Тем более, что в 2015 году действие Федеральной целевой программы физической культуры и спорта заканчивается. Собственно говоря, в значительной степени мы с вами сегодня и собрались для того, чтобы отметить вот это событие. В 2015 год заканчивается одна программа, и нам нужно с вами выработать соответствующие мероприятия, шаги подготовить для того, чтобы принять новую федеральную целевую программу на ближайшие пять лет, на последующие пять лет. Концепция программы уже утверждена правительством в начале этого года. Определены и её финансовые параметры. Так, для справки могу сказать, что предварительно на ФЦППО до 2020 года запланировано бюджетное ассигнование в размере 73,9 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет, соответствующего периода. Предлагаю сегодня рассмотреть ход работы над этим документом, в том числе уточнить, что планируется в части создания малобюджетных объектов спорта шаговой доступности, необходимость которых мы с вами уже не однажды отмечали. Убеждён, именно на такой инфраструктуре, на местах важно сконцентрировать ресурсы и усилия, усилия государства, муниципалитетов, общественных организаций. При этом замечу, что малобюджетность не должна достигаться за счёт качества. Сократить расходы можно, например, на проектирование, на целом ряде других составляющих. И если посмотреть, специалисты знают, о чём я говорю, это безусловно достижимая задача. И кроме того, важно продумать стимулы для привлечения в эту сферу крупного и среднего бизнеса, который мог бы строить и эксплуатировать подобные объекты, конечно, как социальные объекты, прежде всего. Новая программа должна в том числе помочь уменьшить разрыв в уровне обеспеченности спортивными объектами в разных регионах страны. Кстати говоря, от обеспеченности этими объектами зависит и количество занимающихся спортом. Я сейчас уж не буду приводить по региональные примеры, но вот чем больше объектов, тем больше занимающихся массовым спортом в регионах Российской Федерации. Чем меньше, тем меньше людей систематически занимается спортом. Добавлю, что особое внимание нужно обратить на развитие спортивной инфраструктуры в Севастополе, Республике Крым, в некоторых южных регионах Российской Федерации, в том числе на Северном Кавказе. И в этой связи хотел бы отметить, что это задача не только Минспорта, но и других ведомств. И, конечно, прежде чем приступить к новой программе, нужно полностью закрыть все долги предыдущего периода и сделать соответствующие выводы, почему они возникали. Например, есть серьёзные вопросы по срокам ввода в эксплуатацию объектов спорта. Ну, сейчас не буду говорить про финансирование. Отмечу, что финансирование в целом, ну, за незначительными сбоями, всё-таки оно было ритмичным. Но возникают и другие проблемы чисто бюрократического характера. Я прошу министра спорта и министра строительства предложить соответствующие пути решения этих проблем, а также сделать всё, чтобы ничего подобного мы в будущем не допускали. Также нам необходимо завершить формирование Всероссийского реестра объектов спорта. Очень важный аспект – развитие спортивной материально-технической базы в образовательных учреждениях, в том числе создание условий для использования инфраструктуры школ. Мы уже говорили, что во многих местах вот эти спортивные объекты школьные, они простаивают. Ну, простаивают не только потому, что учащиеся не занимаются. Мне кажется, что в этом-то мы преуспели, это более или менее налажено. Но можно использовать и пошире эти объекты. Аккуратно, конечно, так, чтобы не было никакого ущерба самим школам, но всё-таки спортивные объекты должны быть задействованы как можно шире. Я прошу министра образования также проинформировать о том, как идёт эта работа. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, особенно по месту жительства, крайне важно для охвата всех категорий групп населения. Следует отметить, что наиболее активная его часть – граждане до 30 лет. Из следующей возрастной группы от 30 до 60 лет систематически занимаются спортом лишь 11%, а дальше и того меньше – до 3%. Конечно, за последние годы эти показатели немного улучшились, выросли, но в целом очень скромны, отстают от уровня других стран. Если мы намерены к 2020 году вовлечь в регулярные занятия спортом, физической культурой, как я уже говорил, 40% населения, то именно здесь заложен серьёзный потенциал. Ещё один принципиальный момент – нехватка регулярных, общедоступных физкультурных и спортивных мероприятий. И вот таких, как сегодня было проведено здесь, в Чебоксарах. Полагаю, следует задуматься над разработкой системы обязательных соревнований, решающих эту задачу на муниципальном, региональном и на федеральном уровне. Найти в этой системе верное место таким соревнованиям, как всероссийская спорта-киада между субъектами федерации, президентские состязания и президентские спортивные игры всех школьников. Все эти вопросы требуют комплексного подхода и принятия соответствующих законодательных решений. Надо обратить внимание и на порядок присвоения массовых спортивных разрядов, которые должны мотивировать людей на занятия спортом. В первую очередь, конечно, молодых людей, подрастающих поколений. Продолжение следует...